Ранее наш телеканал рассказал о том, что кондуктор и водитель пассажирского автобуса в Барнауле в течение часа удерживали 77-летнюю женщину в салоне общественного транспорта. Пенсионерка забыла взять деньги за проезд и пенсионное удостоверение, но при этом проездной женщина предоставила. В итоге, по данному факту, региональный СУСК начал доследственную проверку. А накануне председатель Следственного комитета Россию Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело о незаконном удержании пенсионерки в автобусе. Это значит, что юридическая оценка будет дана не только действиям водителя и кондуктора, но и руководства транспортной компании. Квоты на трудоустройство людей с инвалидностью могут увеличить в регионе, пишет бейский рабочий. Решение об этом депутаты края должны принять на сессии ЗАГС-собрания, которая проходит в данный момент. Обсуждаемый законопроект снижает требования к численности работников предприятий, которые обязаны трудоустроить инвалидов. Если прежде речь шла о штате сотрудников в 100 человек, то теперь в 35. Отметим, по итогам прошлого года в крае трудоустроено 24% инвалидов трудоспособного возраста. К 2020 работой нужно обеспечить не меньше 50%. Для этого ежегодно необходимо трудоустраивать около 5,5 тысяч инвалидов. Алтайский край готовится к проведению года театра, информирует газета «Комсомольская правда Барнаул». Указом президента России 2019 объявлен годом театра. В связи с этим в регионе проведут целый ряд тематических мероприятий, в том числе новых творческих проектов. Среди них фестиваль-показ спектаклей известных российских театров по произведениям Василия Шукшина в Краевом театре драмы и фестиваль кукольных театров. Известно также, что торжественное открытие нового здания театра кукол «Сказка» могут включить в федеральный план мероприятий года театра. В край его официально объявят 27 марта 2019 года. Елена Макаренко, Наши новости. Продолжение следует...